всем привет привет друзья приезжаем с утра пораньше пока в нашем офисе не так шумно снимать для вас что-то важное 9 утра уже при параде чтобы с вами поговорить сегодня мы отвечаем на вопросы из вконтакте из сообщений вконтакте по вторсырью по приему вторсырья в собиратор лёня будет отвечать главный эксперт первый вопрос не знаю уместно ли спрашивать это в данное время но попробую подскажите пожалуйста вы еще помогаете компаниям в организации сборов вторсырья на переработку консультируете по перевозчикам например проводите ли обучение сотрудников мы с этого деятельность начинали консультировать компании по поводу сборов вторсырья и конечно продолжаем те компании которые готовы сейчас в сложное время непрогнозируемое особенно дороги подключайте ваши компании мы не только со сбором вторсырья поможем в целом с экологичностью с позиционированием бренда новых продуктов стратегии компании на будущее корпоративным волонтерстве во всем этом у нас уже накоплен огромный опыт так что давайте сейчас отдел по работе с организациями новые программы делать допустим у нас подписка сейчас будет то есть сопровождение компании регулярное и по экологизации внутри и сопровождение профессионального инженера эколога то есть этим мы раньше не занимались но ведение всей придут природоохранной документации которая должна быть в любой большой организации мы можем делать вместе с экопросвещением без него отдельно то есть у нас есть разные варианты сейчас просчитаны взаимодействие с компаниями профессионалы экологи работают и у нас штате и мы привлекаем специалистов для того чтобы любой организации ответить изобретаем в любой ситуации новые продукты подключайте вашу компанию еще мы готовы да у нас все готово да но компании сейчас пока не все на 100 ну некоторые есть ну процентов 10 от того что было добрый день подскажите матрасы в хорошем состоянии не принимаете нет матрасов нет все что есть на свете принять невозможно мебель в том числе и матрасы это самое сложное вообще из того что окружает человека переработку практически никто не принимает ну или это можно в в ручном режиме переработать не знаю разобрать и вынуть оттуда пружины и тряпочку ну то есть сам по себе матрас сложное занятие кто-то должен доплатить и мы будем рады если компании которые матрасы производят и продают будут подключаться к утилизации этих матрасов а в хорошем если он состоянии фонда нельзя его отдать матрас да можно только обременить фонд до этим матрасом пока что ну то есть фонды это организации которые на пределе своей возможности работают обычно у них нет ангаров фонды про которые которые нуждаются в поддержке если мы говорим про государственный фонд какой-нибудь который отправляет самолетами в африку гум-помощь например это совсем другое мы с вами там уже не повлияем на эту организацию структуру там где нужно поддержать а такие же люди как и мы с на своих легковушках отвозящие что-то куда-то без выходных так что лишние вещи их обременят и у них тоже может не хватить внутреннего чего-то выбросить эту вещь постараются куда-то пристроить так что вот давайте то что собирают фонды то и им передаем и вывод какой матрас в хорошем состоянии попробуйте его пристроить не знаю там по родственникам друзьям на дачу хорошем состоянии пожалуйста не выбрасывайте его в первую очередь изобретаем все способы передачи его другим людям написать объявление в рекламном ресурсе объявления бесплатных сделать что-нибудь что-нибудь сделать чайник стеклянный электрический утилизирует в собиратор до чайник это электроприбор он передается и или дробится это стекло или сначала выделяется и вместе с другими стеклянными предметами ну например тарелки от микроволновок внутри экраны разные все это передается в утилизирующие то есть перерабатывающие стекло организации здравствуйте подскажите пожалуйста когда можно будет приехать в экскурсию ой на экскурсию к вам не смогла записаться на ближайшую дорогие у нас есть расписание афиши на сайте собиратор точка ру и ближайшие экскурсии у нас будет 19 марта с 10 30 приезжайте записывайтесь смотрите у нас за анонсами там будут новые экскурсии экскурсии нового вида да мастер-классы еще раз у нас классные разрабатываются здесь нужно участие и от вас реклама их наших первых продуктов для детей мастер-классы для детей очень заходят этим самым детям про крышечки какой самый удобный вариант поставки крышек для собиратора в пятилитровых бутылках или лучше коробки пакеты мешки пятилитровки вернее доедут и не рассыпятся скорее так у нас просто меняются периодически склад на который мы отвозим то есть логистика этих крышек там иногда отводится тому или другому переработчику все зависит так что главное чтобы они не рассыпались пока до нас доедут вот это вот довезите их пакеты это ненадежная история если приедет сотрудник предприятия на своем автомобиле привезет большую партию крышечек его кто-то встретит чтобы эту партию принять в собираторе иметь в к центре конечно 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 присылать да тут дальше нужно ли оставить крышечки в каком-то конкретном месте на территории я думаю что вас встретит да конечно к нам сотни людей приходит и у многих есть вопросы если бы мы всем не отвечали люди бы ходили вокруг кругами конечно же встретит помогут крышечек у нас через только московский ко-центр собиратора где-то почти треть всего объема проекта добрые крышечки по статистике прошлого года передавалась переработку так что у нас это большой поток он напряжный это как раз еще один повод поддерживать наш проект всеми способами кроме финансового доната подписки на нас можно еще заходить полезный магазин выбирать себе и своим близким экологические подарки вот ну и рекламировать нас если вы еще нет то сделайте что-то и поддержите вот этот проект добрые крышечки очень сложный очень многогранный но чудесный и теперь blitz но и но это не концовка blitz повтор сырье просто принимайте ли вы очень много вопросов начинающихся с этого поэтому принимаем ли мы видеокассеты давайте так я не буду здесь на не отвечу все предметы не перечислю да или нет видеокассеты особенность у них никто их особенно не хочет принимать потому что это старый пластик это сложная конструкция несмотря на то что их много первый кто изобретет их механизированную разборку на что-то ну наверное будет молодец но все эти материалы не нужны промышленности так что пока что видеокассеты то там то здесь кто-то принимает для ручного разбора экспериментов мы такой эксперимент проводили два года назад когда у нас скопилось две тонны и там или больше даже они лежали где-то полгода вот наконец мы их пристроили в переработку но это было как в последний раз поэтому поэтому у нас нет если кто-то принимает разберитесь что он там с ними делает вот еще видеокассеты и аудиокассеты продай покупаются коллекционерами это невозможно себе представить бывает но какие-то там записи каких-то телепередач тоже нужны людям зачем-то в первую очередь узнайте может ваше аудио видео кассетный банк кому-то ценен картриджи для струйных принтеров нет не принимаются картриджи для струйных принтеров содержите много краски еще оставшиеся элементы разные вот их не хотят видеть переработчики крат тоннер из лазерных картриджей тоже самое очень опасен для переработки поэтому картриджи с ними все очень сложно перерабатывают их за деньги достаточно кто-то должен эти деньги заплатить картридж этот тоннер он воспламеняется он пачкает все вокруг и им нельзя дышать человеку в общем сложно и краска тоже от принтера тоже все вокруг пачкает вторсырье пластик я хочу проверить потому что как будто бы мы их принимаем мы принимаем картриджи которые у нас принимают организации которые их перезаправляют ну вот здесь такая история что лучше и отправить то что возможно во второй круг тем более сейчас это актуальнее еще становится поставки страну просто заканчиваются в середине апреля видимо совсем ничего не будет и чем печатать документы станет большой вопрос вот заходите на сайт нажимайте на кнопку инструкция там у нас инструкции вот в самом конце у нас есть картриджи от принтера тут определенные марки принтеров указаны и указано куда они идут идут на перезаправку да да за символические деньги у нас забирают в массе организации и их ремонтируют перезаправляют в общем отправляют в жизнь еще очень частый вопрос почему мы не принимаем мягкие игрушки мягкие игрушки потому что их не переработать фонды которые помогают детям не могут принять по строгим гигиеническим нормам законодательным так что мягкие игрушки пристройте пожалуйста сами сами их постирайте продезинфицируйте пристройте для фондов это большая нагрузка вот и поэтому мы не можем принять переработать их тоже не представляется айкос это курительная система до курительно парительные системы все разные разных марок любых брендов у нас собираются вместе отправляются в ярославль предприятие нек айкос тоже я просто думала что мы принимаем только вот эти парилки которые сейчас которые заправляются жидкостью айкос там же отдельные картриджи ну вместе все вместе в общем здесь мы не делим на отдельные элементы все вместе можно сдать и она отправится переработку раздробиться так как аккумуляторы отделятся вот но все-таки мы не советуем одноразовым чем-то пользоваться это самый не экологично да мода очень там ну просто бомбанула этими курительными системами ими сейчас завалено все ну лучше их не выбрасывать конечно отправлять переработку но еще лучше их минимизировать глеб задает вопрос подскажите пожалуйста куда можно сдать чеки на переработку эти отходы вообще поддаются переработки если предприятие занимающиеся переработкой чеков да есть и мы их отправляем только вчера отправился ли позавчера отправилась у нас две тонны я их снимал до спрессованные там кубик 90 килограмм такой большой отправились и мы периодически отправляем такими партиями в технический картон также есть предприятие делающие из них какие-то добавки технологические в общем там где они не соприкасаются дальше с человеком мы их можно использовать на чеков часто боятся из-за содержания бисфенола бисфенола много где содержится в множестве пластиков он содержится вот в твоем тоже возможно содержится ну то есть это самый типичный добавка в пластик и в чеках она есть а для чего она то есть ее ее не стоит бояться как смертоносного яда она конечно ничего хорошего не дает но чеков от чеков люди не умирают кассиры тоже не умирают вот так что не такая большая концентрация они не надо этих чеков выбрасывать их подальше от себя их можно отправить в новую жизнь если их еще отменить и сделать печать электронного чека будет еще лучше да у нас кстати есть материал на сайте и в соцсетях про то как за канцель и чеки и мы там перечислили все магазины и не только приложение в которых можно отменить эти чеки и они будут в электронном варианте заходите да читайте пользоваться я думаю мы ссылку тут оставим где-нибудь дальше кристина спрашивает меня зовут кристина я заведующий аптеки в санкт-петербурге я разделяю вашу обеспокоенность по поводу неправильной утилизации лекарств хотел бы организовать прием просроченных препаратов от населения в своей аптеке к сожалению мне не удалось найти информацию возможно ли законы сделать это в нашей стране значит прием лекарства упирается в очень строгие законы и аптечные сети мы множество консультировали сейчас вместе с профессионалами в переработке лекарств ярославским неком и у нас не получается сделать из этого очень мощную красивую историю хотя все хотят большие аптечные сети переработчики и мы как экологические консультанты но пока в аптеках сложно собирать лекарства лучше собирать их в каких-то других местах не на территории аптек то есть смотрите кажется что в аптеках логично собирать и как бы за рубежом это часто встречается но нет на сегодня собирать лекарства или упаковку от лекарств как собирается допустим блистеры у нас лучше в тех местах где собирается все остальное то есть там куда приезжают люди экологически уже осмысленные как-то просвещенные которые могут не превратить в мусор много предметов разделить их и передать вот собирать на территории экологических центров еще каких-то специальных мест где куда люди специально приезжают с этими лекарствами а в аптеку люди ходят за лекарствами не идут туда с пачкой просроченных лекарств хотя по законодательству аптеки должны забирать лекарства отправлять их переработку но все это упирается в и не работает но вот кристина как заведующая ты ей не советуешь организовать сбор в своей аптеке но если больше некуда сдать допустим санкт-петербурге почему бы ей в своей аптеке не организовать сбор ей не получится организовать свои аптеки скорее всего потому что кристина упрется в сложное законодательство с которым мы уже разбирались и поверьте с профессионалами аптечных сетей но они видят в этом очень много рисков для своей организации и скорее тормознут этот сбор ну и не надо в аптеке собирать лекарства еще раз есть способы лучше так и что сейчас делать вот у кристины есть порыв вот это вот сделать что и сделать чтобы как-то помочь с решением этой проблемы собирать лекарства до не просто взять и объявить собираем лекарства просроченные ненужные кстати лекарства чтобы их утилизировать это сложный способ за деньги за оплату каждого килограмма принимают организации и сжигают все это вместе вот лекарства еще раз лучше применять до конца не покупать лишних напоминаю делиться лекарствами на в различных чатах шеринга лекарств кому-то значит нужно сейчас лекарствами будут перебои с поставками и с поставками прекурсоров то есть ингредиентов для производства лекарств так что берегите лекарства в целом пока что и не отправляйте их по возможности на утилизацию но то что уже просрочно негодное то с тем нужно аккуратно поступать значит экологические центры экоцентры вроде нашего или каких-то организаций возможно скоро тоже массово будут организовывать в москве уже первые есть например на площадке art play организован сбор я думаю будут появляться еще где-то вот но надо найти сначала количество людей осознанных которые зачем-то понесут эти лекарства не выбросит их помойку а такое количество невозможно создать просто в аптеке нужно проводить массовую то все широко масштабную рекламную кампанию этой экологичности кто этим заниматься то должен кто этим заниматься должен любой человек активист лучше который поможет организации у которой уже есть опыт подключиться к ней вот этим может заниматься аптечная сеть поддерживать поддерживать сбор но не собирать поддерживать сбор точно легко и покупатели оценят это конечно оценят некоторые аптечные сети с нами уже работают по разным экологическим программам и получается вопрос по бытовой химии есть набор из поезда там вот где расческа зубной набор мыло можно ли или их эти наборы передать фондом до некоторые фонды принимают разные одноразовые приборы например но если у вас собралось несколько из поезда и я не знаю нужно спрашивать фонды у нас не запрашивали одноразовые дорожные наборы пока что поскольку они обычно низкого качества там сами щетки просто что-то еще там расчески это попадаются спросите у фондов у нас такого запрос еще не было я не помню ну и последний вопрос на сегодня самый тоже частый нужно ли пользоваться придомовыми баками если там все в один контейнер потом мусорный сваливается значит придомовые синие баки сортируются эта нагрузка на вывозящий компании получать мусор в этом синем баке все равно его сортировать выбирать оттуда что-то далеко не все вторсырье который туда брошено доезжает до переработки потому что он смешивается просто теряется там портится картон например если нет другого выхода нет возможности бутылки довести до переработки то бутылки сдавайте в синий бак заодно если можете повоздействовать на управляющую компанию которая научит дворников относиться к синему баку правильно воздействуйте в некоторых жилых комплексах люди сами организовались и у них синий бак содержит идеальное вторсырье нам рассказывают много таких мест но все в ваших руках дальше если хотите идеальную судьбу для своего вторсырья довозите до собиратора например или похожих организаций где каждому грамму относятся ответственно вот ну через синий бак какой-то процент но бутылки туда можно сдавать даже если синий бак перемешан и там очевидно просто мусор то есть там смешаны очень плохо отходы да все равно оттуда бутылки вытащить ну к сожалению этот представьте мусоровоз у него внутри пресс установлен который сжимает этот мусор с усилием какие-то десятки тонн вот и вот этот вот все там все во все вжато и вот эта масса приезжает на какой-то конвейер дальше она начинает там растрясаться каким-то гигантскими трясущими машинами под названием грохот на ну и так далее что-то куда-то отлетает как-то сепарируется механические и вот в результате какой-то процент вторсырья отправляется в переработку вот видео сортировочных комплексов легко найти и посмотреть какая масса в результате едет и что-то люди руками выбирают из летящей ленты с вот эти вот этой помойкой у нас в инстаграме посмотрите да 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 с разной степенью механизации линии есть автоматизации ну какой-то процент оттуда выбирается и этим гордятся компании что они повышают процент но они получают изначально помойку с которой они вынуждены как-то разбираться да мы добавим ссылку на материал как сортируют вторсырье из придомовых баков очень интересный с видео с фотографиями из сортировочных комплексов сюда либо под видео либо вот здесь вот вылетит где-нибудь заходите смотрите ставьте лайки поддерживайте нас и это на сегодня все зовут нас коллеги на всякие совещания поэтому прощаться пожелай что-нибудь финально да глава полна рабочих планов уже друзья спасибо вам что поддерживаете спасибо что смотрите перекидывайте ролик эту информацию всем кому можно задавайте ваши вопросы это тоже нужно знать комментарии как нам трансформировать нашу подачу материала многих говорят слишком длинное долго смотреть ну не смотрите слушайте здесь информация тоже заложено мы не просто болтаем ну или по тайм кодам смотрите что вам интересно и слушайте эту часть да все за нас переживают они переживайте у нас все будет хорошо мы рассчитываем нашу деятельность в любой кризисной ситуации на месяцы и годы вперед строим программы вот особенно три девчонки в краснодаре переживают все будет еще лучше чем я здесь рассказываю привет да все остальные тоже верьте в нас и до скорой встречи пока пока